Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбаза. Вчера я вам говорила, что я обрабатывать томаты от вредителей могу любыми инсектицидами в начале их жизни, потому что у них еще до плодов очень далеко, не менее месяца, что можно там сейчас хоть чем опрыскать от вредителей. Но другая ситуация у нас с огурцами. Огурцы, вот смотрите, они уже плодоносящие, и тут уже любыми инсектицидами, конечно, обрабатывать их нельзя, потому что мы уже рвем огурчики, вот видите, они или вот такие, или совсем молодые. Я вчера снимала урожай, больших уже нет, потому что перед обработкой урожай весь нужно снять. И тут, конечно, нужно выбирать уже средства с осторожностью. Я вот обрабатываю только фитовермом, потому что это биопрепарат. У него срок ожидания всего 3 дня, то есть сегодня обработав, я могу отсчитать 3 дня. Обязательно записывайте, когда вы обрабатываете, чтобы знать, не ошибиться, когда можно снимать урожай. Через 3 дня как раз вот эти молодые огурчики, которые сейчас еще в такой стадии, что как, ну совсем они маленькие, но за 3 дня, поверьте мне, они очень быстро вырастут, укрупнятся, и как раз к тому периоду я смогу их снять. Почему фитоверм? Ну ясно, потому что он не токсичен, потому что он безвреден. Делаю вот эту профилактику, ой, эту обработку я профилактическую, потому что подойдя к огурцам, я вот, ну, какое-то время назад показывала их вам и говорила, что у меня завелся паутинный клещ, показывала вам такие вот светло-желтые пятнышки. Сейчас смотрите, какие огромные листья у огурцов. Это вообще листья огромные, зеленые, вроде бы внешний вид, ну нормальный, не плачевный, ничего. Но профилактические обработки нужно делать, и вот в некоторых местах я вижу, что лист, видите как, подкореживает чуть-чуть. Вот подкорежен, вот подкорежен. Это возможно, что какие-то скрытно живущие насекомые все-таки там есть, поэтому вот эту обработку я делаю без видимых причин. Я не вижу вроде бы насекомых, но так как листь немножко тянет и корежит, это ясно, что это ненормально, значит его там кто-то сосет. Вот, и возможно есть или паутинный клещ, который я не вижу, или еще что-то из цели профилактики, чтобы не упустить момент, чтобы они там не размножились. Я сейчас делаю обработку фитовермом. Кстати, вот тот вот в углу, помните огурчик, уже тоже, смотрите, докуда дорос. Он, наверное, может быть еще и догонит. И что мне интересно, он же такой же плодовитый, он сначала его дети чуть не погубили, и сейчас вот прям весь-весь-весь в завязок. Огурцы, огурцы, огурцы на нем маленькие, маленькие. Но сейчас я уже не отщипываю, сейчас холода нет. Вот профитоверм. Как я его развожу, в конце видео я вам покажу. Сейчас покажу, как обрабатываю. Обработка элементарная, соблюдаем те же правила в пасмурную погоду. Видите, у меня сейчас нет солнца, рано утром, 7 утра. Или рано утром, или поздно вечером. Делаем опрыскивание, как можно мельче капли нужно делать. И нужно, чтобы было не стекание с листа, а чтобы вот эта вот роса, она оставалась на листьях. Чтобы мы опрыскали. Так как у меня здесь огурцов мало, я сейчас потружусь, постараюсь опрыскать и с лицевой стороны, и с обратной. Потому что почти все, большинство вот этих насекомых, они живут на обратной стороне листа. Сейчас покажу вам капли, какие должны быть. Смотрите, вы должны постараться, чтобы капли не стекали. Чтобы они вот так вот, попав на лист, остались на нем до высыхания. Потому что, когда мы делаем крупную каплю, она стекает, и большинство вот это... Ну, основное количество препарата падает на землю, и нам-то нужно, чтобы оставалось на листях. Поэтому делаем, стараемся сделать меленько-меленько. И вот эти драгоценные капельки, у нас ведь всего пол-литра препарата, вот эти драгоценные капельки, пусть подольше здесь, вот они, красавицы. Это наши спасительницы. Еще такой же капли, сейчас постараюсь снизу, я сейчас сверху пройдусь, потом снизу. Снизу, конечно, их удержать сложнее, но там уж что попадет, то попадет. Но в основном вот так вот, чтобы капли подольше были на листе. Все. Вот эта обработка фитовермом, обработка профилактическая. Почему фитовермом? Потому что у меня огурцы уже плодоносящие. У фитоверма очень короткий, вот этот срок ожидания, 3 дня. Через 3 дня сняв огурцы вот эти, и помыв просто теплой водой, я не рискую, уже употребляя их в пищу. Фитовермом пользуюсь на протяжении многих лет. Он убьет сразу сейчас и тлю, но тлей у меня нет, я просто говорю. И тлю, и паутинного клеща, от всего он действует. И его основное преимущество, конечно, это то, что он биопрепарат. Все, до свидания. Сейчас буду все брызгать, но как брызгать я вам уже показала. Разводить фитоверм очень просто, не сложнее, чем другие все препараты. У него вот эта жидкость очень хорошо разводится водой. Но самое главное, что мы должны знать, что перед тем, как развести, вот, рабочий раствор приготовить, нужно обязательно, внимательно, очень внимательно прочитать инструкцию. И найти именно тот овощ, который мы собираемся обрабатывать. Вот я нашла огурцы защищенного грунта. И в этой таблице ищем того насекомого, которого мы хотим уничтожить. И смотрите, если для тли нужно меньшее количество вот этого вот концентрата, то для клеща паутиного, вот, именно для чего я делаю опрыскивание профилактическое от паутиного клеща. Вдруг там клещ завелся, но я его еще не вижу. Вот для него самая большая концентрация, это 10 миллилитров на 1 литр воды. Всего лишь на 1 литр. Если мы посмотрим пачку, то у нас тут даже нет 10 миллилитров. Вот эта капсула 5 миллилитров. Значит, вот эта капсула, если мы разведем, у нас получится рабочий раствор всего лишь пол-литра. Это очень мало. Это один из самых основных недостатков фитоверма, который я считаю для себя недостатком. Потому что вот этим раствором пол-литра мне только-только хватит на ту кучку огурцов маленькую для раннего урожая. А если обрабатывать всю теплицу, надо, наверное, 5, 6 или 10 ампул, смотря у кого сколько огурцов в теплице. И еще что неудобно, вот эти 0,5 литров, если мы поместим в обыкновенную, в брызгалку, в полторашку, они будут тут вот где-то болтаться внизу. Поэтому специально для таких маленьких доз я беру вот такую малюсенькую бутылочку пол-литровую, чтобы она была полная. Тут обрезано у меня это, ну, специально под нее сделано. Хотя бы, чтобы она выбрызгалась, вся эти пол-литра. Потому что здесь, насколько я знаю, тут в конце еще грамм 100 будет болтаться, будет затруднительно, придется сдавливать эту бутылку. Но все это проблемы. Буду разводить на пол-литра и помещать вот в эту бутылочку. Сейчас я вскрою капсулу, покажу, как развожу, но ничего сложного в этом нет. И пойду опрыскивать. После того, как капсулу с фитовермом я вскрыла, я вливаю в заранее приготовленные 500 мл воды. Он перемешивается очень хорошо, ничего сложного в этом нет. Получилось у нас, можно даже ополоснуть ее, чтобы драгоценная жидкость вся ушла туда. Получилась такая мутноватая жидкость с неприятным вкусом, таким запахом, под вид как дихлофосом пахнет. Все, теперь я все это сливаю. Получилась полная пол-литровая бутылочка, ровно. Все, рабочий раствор готов. Пошла бороться делать профилактическую обработку от паутинного клеща на огурцах. Продолжение следует...